Привет Китай, это я Романович и я вам обещал, что рубрика с тестами аккумуляторов смартфонов, ну или по-другому я ее называю на канале Кто проживет дольше или кто протянет дольше, будет продолжаться на канале, если вы ее будете поддерживать лайчинами Вы поддерживаете, красавцы, а большое вам спасибо Ну и этот выпуск поддержите, как только здесь наберется 5000 лайков на этом выпуске Я уже буду мутить свеженькое Итак, сегодня наверняка вы уже обратили на наш стол внимание и здесь ну реально сок Итак, давайте начнем наше знакомство iPhone XS, легенда 2018-2019 года, самый дорогой смартфон в нашем сегодняшнем тесте Батарейка 2658 мАч, но не забываем, что здесь хорошая оптимизация, поэтому результат в принципе должен быть тоже неплохой Samsung Galaxy A50, абсолютный хит 2019 года в бюджетном ценовом сегменте, или все-таки в среднем ценовом сегменте, я бы даже так выразился 4000 мАч батарейка Рядом с ним его соперник, опять же соперник, который стоит намного дешевле и сопернику, у которого нет NFC, но на самом деле не страшно Главное, что в этом тесте он точно ему соперник, потому что здесь батарейка у Redmi Note 7 4000 мАч Дальше мы передвигаемся к очень жирным и дорогим китайцам Это Huawei P30 Pro, точнее даже неправильно коробки поставил, надо вот так вот поменять, чтобы было все верно Huawei P30 Pro, здесь батарейка 4200 мАч, плюс AMOLED, энергоэффективный процессор И здесь все должно быть хорошо и интересно Huawei P30, у нас здесь батарейка 3650 мАч, тоже дорогая мобила, 50 тысяч рублей в данный момент стоит И будем смотреть, что она способна и что она нам готова показать Наконец-таки, флагман от Xiaomi 2019 года, бомба, которая стоит достаточно недорого Но у которой, наверное, все-таки есть проблемы с аккумулятором Сегодня либо это подтвердится, либо это на фоне других устройств опровергнется 3300 мАч батарейка И вот та самая громила от Blackview Blackview BV6800 Pro Здесь просто нереальная батарейка Если быть точным, она здесь 6580 мАч 6580 мАч, но оптимизации, скорее всего, никакой Ну и замыкает нашу сегодняшнюю вереницу Samsung Galaxy A70 Здесь батарейка 4500 мАч Это при том, что еще энергоэффективный процессор от Snapdragon А самое главное, что здесь AMOLED матрица И это тоже непростой игрок Возможно, это будущий победитель Но мы посмотрим еще Все аппараты прям только что были отключены от сети Поэтому можете не сомневаться У кого-то до сих пор горит сотка Потому что более серьезный аккумулятор А у кого-то уже Потому что дисплей был включен около 2-3 минут Момент нашего представления Уже горит 99,9% Итак, прямо сейчас стартует первый этап стресс-теста Это просмотр трехчасового сериала С рекламой и с вот этой всей телегой В общей сложности Здесь получается у нас у каждого девайса Включенный Wi-Fi Максимально выкручена яркость Ну и самое жесткое На всех 8 девайсах одновременно Ровно 3 часа 20 минут плюс-минус Будет воспроизводиться лютая тягомотина Которую показывают на России 1 Не дай бог бы кому-то это смотреть Но тестить на этом всем деле самое оно Хронометраж подходящий Итак, фиксируем время Примерно около 20 часов 40 минут вечера У нас запустилось тестирование сериалами Включимся с вами примерно через 3 с небольшим часом И вот прошло 3 часа 10 примерно 15 минут Давайте посмотрим результаты Начинаем с айфона 10s 32% у нас на табло После 3 часов с небольшим проигрывания сериала По щучьему велению Следующий Samsung Galaxy A50 Батарейка 4000 мАч И здесь хороший результат 55% у нас показывает Samsung Galaxy A50 За 3 часа с небольшим у него отнялось Redmi Note 7 Какой же здесь результат 62% Redmi Note 7 на самом деле Сегодня я смотрю в ударе Ага И на всякий случай я вам показываю Что яркость здесь выкручена Тоже на максимум Следующий это Huawei P30 Pro Давайте взглянем на его результат Здесь даже ничего не надо Шторку опускать Мы сразу видим 58% Очень неплохо Молодцы Но здесь и батарейка достойная 4200 мАч Следующий красавчик Это Huawei P30 Просто классический Здесь на самом деле Батарейка меньше Но при этом Видите какой прекрасный результат 59% заряда у него осталось То есть на самом деле Результат еще даже лучше Чем у его главного старшего брата Следующий Xiaomi Mi 9 На него я не особо сильные Большие надежды возлагал И на самом деле Это закономерно Потому что вот видите Результат всего лишь 45% Заряда Это очень крайне И крайне Мало Это крайне Печальный результат Но здесь сразу Все было понятно По батарейке Blackview Биви 6800 Биви 6800 Огромная батарейка Просто самая Что у меня есть Огромная батарейка В нашем сегодняшнем тесте Показывает результат 65% Но оно и понятно Здесь нету абсолютно Никакой оптимизации И я сразу знал Что ничем хорошим Это не закончится Но с другой стороны 65% Это тоже Очень и очень Неплохо Ну и последний Samsung Galaxy A70 Лично на который я Большие надежды возлагал Давайте посмотрим Какой у него результат 58% Ну слушайте Я думал что будет Что-то посерьезнее Итак Мне понадобилось Примерно около 20 минут Чтобы на каждый Из смартфон Либо обновить PUBG Либо просто Тупо поставить С нуля Сейчас На всех Наших Восьми девайсах Видите как я Расширил Рамки Теперь они не помещаются Чтобы их положить В профиль Мне пришлось максимально Раздвинуть по столу Теперь на каждом Из восьми девайсов Установлен PUBG Самое главное Что все настройки Усреднены То есть даже На топовых смартфонах Я поставил Средние настройки Так или иначе Чтобы все были В общих Равных Условиях Ну и самое главное Аутсайдер наш BlackViu По производительности Он на самых Минимальных настройках Потому что Тупо Другие настройки Нет возможности Поставить Раз Два Три Полетели Фу 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 Huawei P30 Тоже Про Полетел Как не полетел Вот сейчас полетит Redmi Note 7 Тоже полетел Samsung Galaxy A50 Тоже взлетает Ну и конечно же Самый дорогой Смартфон Теста iPhone XS Тоже Полетел Все На каждом из смартфонов Теперь запущен PUBG И теперь Эти мобилы Приступают Ко второму Самому сложному Этапу тестирования Наступает тот момент Когда мы из них Выжмем просто Все соки Ребзя Чтобы от вас Не ускользнуло Ни одного Ништяка Связанного С моим каналом Вам достаточно Подписаться И нажать Колокольчик На часах Час ночи 30 минут И получается С момента Включения Игротеста С момента Старта Второго Этапа Прошло Всего лишь Один час 12 минут И iPhone XS Потихонечку Выбывает Из нашего Сражения Потому что В данный момент На его табло Горит Всего лишь Один Скромный Процент И кстати Он Очень И очень Сильно Разогрелся Вот это Ты больной Ублюдок Вот это Ты раскалился Я даже Хочу взять Пирометр Который У меня Вот здесь Вот лежит И я хочу Попробовать Зафиксировать Эту температуру Обалдеть Обалдеть На часах Два часа Ночи 11 минут И Xiaomi Mi 9 Потихонечку Покидает Наш Сегодняшний Топ Потому что На его табло Горит Результат Один Всего лишь Мать его Процент По итогу У нас получается К двум часам 13 минутам Выбали Два Конкурсанта Первый Айфон 10s А следующий За ним Xiaomi Mi 9 Время Два часа Ночи 51 минута И Xiaomi Redmi Note 7 Потихоньку Тоже Выбивается Из нашего Сегодняшнего Рейтинга Он уходит Третьим Он уходит По-английски Давайте я вам покажу Результат Ровно сейчас 1% Заряда Уже между прочим 3 часа ночи 16 минут И Только что Samsung Galaxy Galaxy A50 Опустел До 1% Давайте Вместе Посмотрим На этот Показатель 1% Для батарейки 4000 мАч Это Хороший Результат 3 часа 23 минуты И Вот Еще Один Красавец Собрать Samsung Galaxy A50 А именно Samsung Galaxy A70 Готов Выбать Из Нашего Сегодняшнего Стресс-теста Давайте Вместе Заглянем И убедимся Что здесь Уже Все Ровно 1% Остался Напомню Здесь Батарейка Была 4500 МАч На данный Момент Расклад Таков 3 мобилы Остались В нашем Сегодняшнем Стресс-тесте Первое Это Huawei P30 Pro Вот этот Вот Дорогой Красавчик Китайский Следующий Его Младший Брат Huawei P30 Классический Ну и Напоследок Третий Это Тот Самый Гигант От Blackview Который Ну Типа Грех Был бы Если Был Не Остался Потому Что У него Батарейка Можно Сказать Некоторых Смартфонов Ровно В 2 Счета Больше Время 3 часа 26 Минут И Вот Такое Сообщение Появилось На Huawei P30 Все Походу Минус Мобила До До Свидания Красавчик Вот Так Вот И У нас Остается Всего Лишь 2 Конкурсанта Которые Еще До Сих Пор Сражаются И Сражаются Между Собой Кто Из них Победит На самом Деле Просто Невероятная Интрига Потому Что Здесь 8% На Вот Этом Самом Гигантском Смартфоне 8% Горит А Вот На Этом Самом Дорогом Смартфоне Который Здесь Есть Горит 6% Но Здесь 6% С Оптимизацией А Здесь Просто 8 Тупо Процентов На Цифрах Время 3.44 И Без Какого Либо Предупреждения Вырубился Huawei P30 Pro На самом Деле Буквально Минуту Назад Было 3% Я Ни в чем Не сомневался Что Я успею Снять Эту Единицу И Бах Тупо Я слышу Вибро Все До Свидания Huawei P30 Pro Ты проиграл Битву Своему Китайскому Конкуренту Правда Единственное У этого Китайского Конкурента Слишком Заряженная Батарея Итак Давайте Посмотрим Что у нас Здесь Еще 3% 3% 3% У этого Красавца Ну Давай 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 Еще Чуть Чуть И Мы Снимем С тобой Финал Ну Что Время 3 часа 50 минут И Blackview BV 68 2 0 Pro Я даже Полностью Произнесу Название Выбивается Из Нашего Сегодняшнего Стресс Теста Чувствуете Как свежо Дышится А теперь Немного АСМР А теперь Опять Немного Пейзажа Птички Поют Погодка Хорошая О чем Это я Да о том Что можно Так же Продолжать Кайфово Жить Но при этом Еще возвращать Часть Потраченных Денег С покупок Более чем В двух Тысячах Интернет Магазина Вы не Поверите Но если Будет В интернет Магазине Продаваться Лаваш То из него Можно вернуть Кэшбэк Если С Алиэкспресс Точно так же Как я Вы будете Покупать Вот такой Вот Мультитул Сяоми То можно Так же Вернуть Часть Потраченных Денег Что уж И говорить О покупке Смартфона Или Автомобиля Уже Больше Двух лет Я использую Кэшбэк Сервис От Летишопс И вернул Больше Двенадцати Тысяч Рублей Обратно К себе В кошелек Ну а Максимальный Кайф От покупок Мне помогает Получить Суперудобное Расширение От Летишопс Которые Отслеживают Динамику Цен На Алиэкспресс Распродажи Просто Очень Пригождается Ну а Самое Главное Напоминает О кэшбэке И так же Рассказывает О кэшбэке В новых Интернет Магазинах Которых Я даже Не мог Подумать И представить Что он Там есть Ссылка На регистрацию Будет В описании Под видео А те Кто зарегистрирован Срочно Устанавливайте Расширение А вот И финалочка Наконец Таки Мы все С вами Этого Дождались Здесь Я объявлю Итоговые Результаты По каждой Мобиле А так же Расскажу Кто занимает Какое Место В нашем Сегодняшнем Стресс Рейтинге Давайте Начнем С самого Последнего Самого Восьмого Места Здесь У нас Расположился Айфон 10 С На самом Деле Для меня Ничего Удивительного Нет Потому что Здесь Достаточно Небольшая Батарейка Я сразу Говорил Но мне Казалось Возможно За счет Оптимизации Они как-то Затащат И все-таки Последнее Место Не займут Но здесь Даже И оптимизация Не помогла Потому что Изначально Слишком Маленькая Банка Заложена В этом Смартфоне По итогу Этот Смартфон Располагается На восьмом Месте С результатом Четыре часа Пятьдесят Минут В режиме Стресс Теста Седьмое Место Здесь Расположился Xiaomi Mi 9 Тоже Флагман Но правда Это 2008 18 2018 Года А это Флагман 2019 Года Здесь Сразу Я говорил Что батарейка Достаточно Скудная И в итоге Он показывает Результат В Пять Часов Тридцать Одну Минуту В режиме Стресс Теста Что ему Дает Возможность Занять Получается Седьмое Место На самом Деле Это Ну я бы Сказал Провал Шестое Место В нашем Сегодняшнем Стресс Рейтинге Занимает Xiaomi Redmi Note 7 Где ты Красавец Вот ты Красавец Xiaomi Redmi Note 7 И здесь Я только могу Сказать Слова Похвалы Потому что Оптимизации По любому Здесь в бюджетном Смартфоне Никакой не пахнет Но батарейку Они давно В эту линейку Стали вставлять Мощную Мы помним Redmi Note 5 Redmi Note 6 Pro И вот Redmi Note 7 Здесь тоже 4000 мАч И получается Его Общее Время 6 часов 11 минут В режиме Стресс Теста Вот это Уже Хорошо Когда смартфон Заходит за 6 часов Беспрерывной работы Это значит Вам 100% На один день При даже Максимальном Использовании Хватит Все таки Так или иначе Мы здесь Самые печальные Сценарии Рассматриваем Вот поэтому 6 часов 11 минут А у вас будут Не такие печальные Сценарии Поэтому 100% Этой мобилы Вам хватит По поводу Автономности Не стоит никому Беспокоиться У кого Redmi Note 7 Пятое место В сегодняшнем Нашем рейтинге Занимает Samsung Galaxy A50 Это тот Взрывной Красавчик 2019 года Который Продолжает Радовать И радовать И здесь Батарейку Тоже На радость Всем фанатам Самсунга Засунули 4000 мАч И вы видите Что 4000 мАч Самолет Экраном Показывают Приличный результат А именно 6 часов 36 минут В режиме Стресс теста То есть 4000 мАч У Redmi Note 7 И 4000 мАч У Samsung Galaxy A50 Практически На 30 минут Отличаются По автономности Красавчик Самсунг Красавчик Самсунг Уже Четвертое место В нашем Сегодняшнем Списке Занимает Опять Самсунг И это Брат Самсунга Galaxy A50 Старший Galaxy A70 Здесь батарейка 4000 С половиной Миллиампер час И вот знаете Я наверное От него ожидал Большего Какого-то Результата Серьезного А к сожалению Он добился Всего лишь Четвертого места И 6 часов 43 минуты По сути От своего брата Вообще Далеко не ушел Ровным там Счетом Какие-то 8 минут Даже 7 Это не серьезно Я ожидал От него Больше Это все-таки Мое разочарование Третье место Занимает В нашем Сегодняшнем ТОПе Huawei P30 Pro Несмотря на то Что у Huawei Какие-то сейчас Определенные проблемы Они испытывают Но эти мобилы Были выпущены Когда еще По сути Особо сильных проблем Не было Эти мобилы Очень сильно Пиарятся Рассказывают Очень много Хорошего о них У меня уже Есть свое мнение По поводу этих мобил Я его обязательно Выскажу Но сейчас По поводу батарейки Здесь я умываю руки Ничего плохого Не могу предъявить При маленькой Такой Изначальной Емкости Этот смартфон Показывает Очень серьезный Результат С такими Мастодонтами Потягался У которых Батарейки 4000 мАч И занял Третье место 6 часов 46 минут В режиме Активного Использования Это очень Это очень серьезно Второе место Здесь у нас Расположился Барабанная Дробь Huawei P30 Pro Да Это тот самый флагман За 70 тысяч рублей Который мы увидели Весной 2019 Года И здесь батарейка Изначально Прям казалась Невероятно Мощной И по сути Благодаря Амолед Дисплею Эта батарейка Максимум Показала Свой А именно Получается 7 часов 4 минуты В режиме Стресс-теста Это Очень и очень Сокрушительный удар Ну и Первое место Как вы уже И поняли Это Blackview BV6800 Pro Который находится Вот в такой вот Чертовской Коробке Здесь у нас Батарейка Сразу была Огромной Мощности Ну и она По сути Нас Не подвела Общий результат Мы получаем 7 часов 10 минут В режиме Стресс-теста И самое главное Что я хочу отметить Что он не провалился То есть Обычно Такие смартфоны В конце проваливаются Остается 10 процентов 15 Они моментально Улетучиваются Здесь такого не случилось Я прям Собственными глазами Видел Как ровно До 1 процента Он работал А на 1 проценте Он еще протянул 2-3 А то может быть И 4 Минуты Вот это Хороший результат Несмотря на то Что здесь нет Оптимизации Вот такой Сегодняшний Стресс-тест Получился Мы узнали Кто Самый Живучий Смартфон Лепите лайчину Под это видео Как только Наберется под этим видео 5000 лайков Выходит новый выпуск С новыми смартфонами Но возможно Старичков Каких-то Из этого теста Вы тоже Там увидите Пишите в комментариях Так же Какие смартфоны Еще добавят тест Чтобы вы Хотели увидеть Подписывайтесь На канал Ставьте на колокольчик Ну и все ссылки На смартфоны Будут в описании Под видео Все Давайте Красавцы Пока Пока